Всем привет! Это новости Турции. Напомню, кто впервые вышел на подобное видео на YouTube. Я живу в Турции, рассказываю о новостях о социальной, политической, экономической повестке дня. Но это новости с точки зрения самих жителей, что они здесь думают, чем живут, какое их мнение на то, что происходит в стране. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Это очень сильно помогает в продвижении канала. Давайте приступим. Прошедшие выходные, к сожалению, у нас в Стамбуле, в Анкаре. В общем, если вы посмотрите карту, географию от Стамбула до Анкары, огромные дожди и ливни были. Это было ожидаемо. И такой был поток воды огромный, что некоторые ливневки просто не справлялись, потому что их затапливало. Знаете, если посмотреть последние несколько лет, фактически каждое лето, июнь или июнь месяц у нас проходит огромный дождь, ливень какой-нибудь. Но год от года его интенсивность разная. И буквально два года назад я ему тоже рассказывала в новостях о Турции, даже в прошлом году, я же не помню, бывает периодически. Подобное уже было когда-то, что тоже в Стамбуле затопило цокольные первые минус этажи в квартирах. Минус первые, там были люди, были открыты окна. Там какой-то инвалид был, мужчина. В общем, несколько человек, которые погибли, кого-то затопило в машине в подземном переходе. Они не смогли выехать. То есть огромный поток воды. Вот в минувшие выходные вся Турция тоже говорила о этом катаклизме. Все это была главная новость в телевизоре была. Все это обсуждали. Погиб один человек в Анкаре из-за этого потока воды. Дождя сошел даже Сиэль. Он не суперогромный, конечно, был масштабов, но не маленький. Один человек, к сожалению, погиб, все равно жертвой была. Такая тема последних выходных, что обсуждалось. За прошедшие выходные был такой отчет у нас о том, что задержали около трех тысяч иностранцев нелегалов. Национальность их или принадлежность к какой стране особо не обсуждается. Просто было сказано, что отловили, скажем так, незаконных нелегалов, людей без правонахождения в стране. Три тысячи. Их будут депортировать в их страны. Почему я так акцентирую внимание? Это конкретные телодвижения. К той новости месячной давности о том, что Родоган сказал к выборам, естественно, готовиться, давать людям то, что они хотят. Это конкретные телодвижения. Это очень сильно отмечается в новостях, в новостной повестке. Вопросы у мигрантов и, в принципе, выселение людей, сирийцев обратно, беженцев и так далее. Только за выходные они отловили столько человек. Я, честно говоря, была за городом в отпуске, выходные. И я действительно обратила внимание, что на трассах за городом, к подъезду к Стамбулу и на городах подальше, 200-300 километров от Стамбула в сторону Европы. Я была фактически на границе с Грецией. Очень много блокпостов. Обычно такое происходит, это угроза теракта, это какие-то военные учения могут быть и прочая история. То есть неспокойное какое-то состояние. Либо было предупреждение, угроза теракта, предупреждение теракта. Или после каких-то терактов такое у нас бывает. Они останавливают определенные машины, автобусы, грузовики. Ну, естественно, где могут ехать какие-то нелегалы и так далее. Тема вообще нелегалов часто всплывает сейчас в соцсетях, в Твиттере и в Инстаграме. И ролики, перепосты различные, как нелегалы бегут с вот этих машин, когда их ловит полиция. То есть полиция стала шерстить на дорогах машины, грузовички, автобусы и прочих. Кто может перевозить каких-то нелегалов. Это либо граница в сторону Сирии, где Газианты потеплее в ту сторону, граница к Сирии. И в том направлении я имею в виду та дорога главная, которая ведет оттуда потом в центр Турции, Анкара, Стамбул. И у Стамбула эта сторона трасса в сторону Европы, выезд на Грецию, там в Польшу, когда они так вот пересекают границы. То есть вот это скопление полицейских на дорогах, трафик полиция также там участвует. Просто полиция в провинции, это жандармерия там участвует. Короче, ловят всех, останавливают, проверяют документы и так далее. На самом деле они сматривают машины на наличие количества пассажиров, паспорта и так далее. Что я вам советую, кто путешествует, туристы едут автостопом или снимают машину, или едут в автобусе. Вам обязательно берите с собой паспорт ваш или фиксерокопию и так далее. Короче, вас там могут спрашивать, тем более, если вы иностранец. У вас какие-то будут вопросы, будут смотреть ваш штамп, когда вы приехали в страну. Ну, естественно, как эти люди, местные жители, да, это воспринимают? Ну, так, типа, ну окей, все прекрасно все понимают, что это некие телодвижения для того, чтобы поднять свой рейтинг. И чтобы дела не расходились с делом, надо что-то конкретно делать и только языком трепать. Ну, как видите, пока что в Сирии ничего строить не начали, а только идет угроза зачистки территории, начало военной операции определенной, да. И меня тоже спрашивали, как к этому местные жители относятся. Ну, блин, так же, как и везде, такие же люди, да, кто за, скажем так, ведущую партию, это 50% стран тут будет за, да. Кто, например, пацифист против войны или демократ, они будут против, что война это не решение каких-то там проблем, поднятия рейтингов и так далее. То есть, как и везде, в принципе, странный вопрос, да. То есть, адекватные люди есть и неадекватные, да, кто желают войны или не желают. Вот такая история. Ну, в обществе я бы не сказала, что очень сильно обсуждается, что это огромная тема. Нет, здесь тема идет, это выборы конкретно. По телевизору мусолятся, обсуждаются кандидаты, дебаты различные происходят, демократов. Очень много всяких оппозиционных партий повылезало всяких. В общем, обсуждение, на самом деле, президентского поста, выборов и даже вот телодвижения, которые сейчас действующая политика ведет в стране для поднятия своего рейтинга, не так вирусиации обсуждаются, как, в принципе, сами выборы, подготовка к ним, находка компромата друг на друга и все прочее. Статистику недавно выгрузили за май месяц о том, что в Турции подскочила продажа недвижимости, именно продажа, не аренда, на почти там на 236 процентов. И самым всех опередили в рейтинге, россияне купили примерно полторы тысячи квартир только за май месяц во всей Турции в стране. Также я видела статистику интернете, что также россияне в мае месяце побили по статистике продажи недвижимости в Таиланде, на Пхукете, кондоминимумы всякие. Также есть разговор о введении закона определенного лимита. Я думаю, что до этого закона его подпишут, он будет реально. О перенаселении и продаже квартир для иностранцев или выдаче в ВНЖ. Там это сейчас моменты разные этого договора. Кто планирует приезжать, имейте в виду, сейчас идут разговоры, может, в течение лет эту историю примут. Будет лимит на территориях, то есть, если вот уже в Стамбуле это Есен-Юрт-Фатих, я вам говорила, добавятся в каждом городе, в Стамбуле, в том числе районы, где не будут давать ВНЖ туристические людям. Почему? Потому что перенаселение, и хотят ввести статистику такую, что на 80% турок прописка должна быть у 20% иностранцев, неважно, с какой ты стороны. Ну, а могу отметить, то есть, список вот этих районов, где ВНЖ не дает, он пополнится во всех городах страны. Если, так сказать, провинция, там таких не будет мест, там будет просто другой процент, да, там нет 20% иностранцев. Но туристические места, всякие Анталии, Марморси, Бодрумы, Фетхеи и все прочее, тоже там будут знать, там тоже очень много иностранцев проживает. Так вот, на данный момент это еще обговаривается, осматривается, но вполне возможно, что, да, это будет. Так же, как и поднятие порога для получения вид на жительство при приобретении квартир или недвижимости в Турции. Подняли этот сенс, кому надо тоже почитать законы, изменившиеся. В общем, не потому что это усложняют, хотят заработать денег или еще что-то, с ВНЖ этих никаких там они денег не заработают, просто хотят правильно распределить, потому что, чтобы не было криминальных районов, вот беженцев проблем с сирийцами, когда они сюда приезжали, они жили коммунными, в основном живут, да, и это становится, типа, условно, сирийский квартал или район, там, назовем, цыганский или еще какой-то, чтобы вот этого не было, не было гетто, чтобы можно было контролировать, не было конфликтов, перестрелок, там, междунациональной какой-то розни и тому-тому подобное. В принципе, логически это объяснить можно, так что, может, такой закон вы видите, имейте в виду, кто берет ВНЖ, можете ускориться с этим вопросом, не тормозите, не откладывайте, пока лимиты какие-то. То есть, вам будет уже не выбрать квартиру в том районе, или снять себе жилье, или купить там, где вы бы хотели. То есть, вы можете сделать, но ВНЖ вы и по нему не получите по этой своей прописке. Если кому-то нужен англоязычный, нормально адекватный турецкий риэлтор в Стамбуле, напишите мне, он также делает ВНЖ, документы всякие, помогает оформлять банковские карты, открывать и тому подобное. Я вам дам контакт, почта моя в инфобоксе, под видео напишите на нее, что это вам нужно. Также было заявление Генсека НАТО о том, что Финляндия и Швеция готовы, как сказать правильно, удовлетворить требования, претензии Турции, чтобы они сняли свое вето на вступление этих стран в НАТО по поводу законодательства. Они прямо сказали, будем менять законодательство. Турция в свою сторону отвечает, вот когда поменяете, там вроде с июля первого в Финляндии, тогда и будет дальше разговор, мы тогда снимем вето. Но при этом европейская сторона, эти страны предложили встречу, там, ну, там, министров, допустим, я не помню точно кого, ну, в общем, лиц каких-то своих дипломатов встречу для того, чтобы пообговорить, может, кто-то как-то пододвинется. Турция отложила, как бы, отсклонила это предложение о встрече, вот, типа, ведете конкретно, они сказали так, что Турция, Турция, я сказала, там на конкретные действия будут, тогда мы это, пожалуйста, у нас как бы все просто, мы снимем свое ответ, у нас простое условие, с нами переговариваться, типа, дальше не надо. Когда у меня эта история началась с НАТО, мне тоже задавали вопросы, что люди здесь думают, о чем говорят, все прекрасно понимают, и я вот вам могу донести, да, что люди здесь думают об этом. Мне начали тогда писать, что, ой, Турция на разговоре с Россией, не вступление в НАТО, на самом деле нет. И у меня было такое мнение, и оно не изменилось. И многие люди здесь, естественно, здесь размышляют, это просто прекрасный рычаг торговли для президента, для своего рейтинга, к выборам, выцеганить чего-то для себя, пододвинуться, снять санкции на военные истребители производства, военные оборонные техники из Турции, на Турции санкции от Америки несколько лет у нас. Короче, это очень идет вот эту повестку военную, сирийскую, иммигрантскую и всего прочего. Это в первую очередь свои интересы, свои рейтинги. И это не помощь какая-то кому-то, сопереживание, это не та история совсем. Здесь интерес всегда идет на свою сторону, на свои интересы, на свой народ, на свою, короче, выгоду, а не какой-то альтруизм, помощь на чьей-то стороне. Нет, турки никогда не на чьей стороне, они всегда посередине. Это потому что всегда самая выгодная позиция, чтобы прыгнуть вправо или влево. И вот это подвешенное состояние, это очень выгодно, это некое жонглирование и в политике в том числе, и в характере, и в людях, это часть их культуры и воспитания, часть менталитета этих людей. Ну, честно, этому где-то надо поучиться. Это очень важно для жизни, это полезные качества очень. Насколько они недвуличные и приемлемы, это уже другой разговор, назовем так, совести некое. Каждый уже там для себя сам определяет. Ну, вот я констатирую то, что есть здесь. А что люди здесь думают по этому поводу? Не думают, что Америка поднажмет, скорее всего, подзадавит эту инициативу, и как бы ничего не получится в итоге, или какой-то минимум там, ну, не супер каких-то дивидендов с этой историей, с блоком в НАТО вступления двух стран не произойдет. Ну, как бы все так, типа, а мы знаем эту историю, он пытается там для себя что-то сторговать, вот и все. Отношение к этому легкое, не принципиальное никакое. Здесь больше люди, скажем так, озабочены историей с Грецией, обострения отношений, что с дронов есть спутников, со спутников фотографии, что у Греции там вооружение происходит, подготовка типа милитаризованная, Турция типа, о, это опасность. Ну да, напряженное, неприятное ощущение, никто, конечно, никакой войны не хотел. Страшно, люди об этом шушукуются, говорят, но все, знаете, в позиции люди ожидания. Они переключаются на внешнюю политику, не получается, понимаете, очень много, видите, у Турции всего вокруг происходит. Но местное население об этом очень мало старается думать, ну, думающие, кто вообще думает, да, не ведутся на это, потому что они заняты внутренней борьбой, потому что у нас выборы. То есть переключить на внешних врагов, на внешнюю ситуацию не совсем получается. Не все оголдело, да, у нас есть внешние враги, вот тут Греция, вот тут НАТО, а тут то, а тут все, давайте зерно Украине поможем переплавить там, переплавить, в смысле, чтобы корабли отправили в Европу, вся история. Нет, 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 все все равно держатся за то, что внутри страны происходит, и больше у людей все равно интереса к тому, что внутри страны, что с их стороны будет, что будет с президентством, кто придет в классе. То есть это самая топ новость здесь. Про курс доллара все равно у нас растет, инфляция наша продолжает двигаться, литр бензина это сейчас 28-29 лир уже под тридцатку. Чтобы вы поняли, цены, естественно, растут, инфляция происходит, а зарплаты не растут у людей вообще. Не понимаю, как много людей выживают вообще в таких условиях, и все дорожает в плане доставка, проезд, бензин, что с этим связано, не надо рассказывать, вы понимаете. Но хочу обязательно отметить, чтобы вы поняли, так как для России, например, бензин стоил бы, например, не 60 рублей за литр, а 200. То есть вот такая разница соотношения стоимости петроль и зарплат людей. То есть это очень дорого, неподъемно. Не забываем, что больше процентов ВВП Турции это сельское хозяйство и продукция. А сельское хозяйство это тракторы, доставка, логистика, бензин. Так что и все это дорожает, а это и питание. Короче, все на этом завязано. Люди с болью в сердце. И сейчас цены на бензин фактически меняются раз в три дня. То выше, они, слава богу, катятся долларом, только скачут, да, и растут, и где-то иногда падают. Как вот в районе одной лиры, по курушам, там, если смотреть, выше и ниже падает. Цена на бензин или растет, то такие скачки происходят. Очень многие, когда падает цена, стараются заправиться побольше. Полный бак, например, заправить. Такие моменты подлавят. Ну, конечно, не все, у кого есть такая возможность и так далее. В общем, короче, люди крутятся, вертятся, как могут. Вот такие у нас были новости Турции. Пишите ваши комментарии, задавайте ваши вопросы, если они имеются. Я сниму какие-то видео для вас. Спасибо вам всем за внимание. Мне очень приятно, что вы смотрите мои видео. Это заставляет меня продолжать снимать их. Спасибо, всем пока.